Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита. Эта книга сохранилась в греческом тексте, на еврейском она не сохранилась. Во второй главе основные темы – это Тавит по-прежнему погребает убитых израильтян. Другая тема – Тавита заболевает болезнью глаз. И третья тема – жена начинает упрекать Тавита. И мы читаем первый стих. «Когда я возвратился в дом свой, и отданные мне были Анна, жена моя, и Тови, сын мой, в праздник Пятидесятницы, в святую Седмицу, Седмиц, приготовлен был у меня хороший обед, и я возлег есть». Тавит возвращается здесь из ссылки вынужденной, потому что его племянник Ахиахар, который возвеличился и стал вторым человеком, и он теперь мог вернуться его заступничеством, потому что племянник возвысился, вторым человеком стал после правителя. И он возвращается как раз в праздничные дни, праздник Пятидесятниц, это еврейский шавуот, вспоминается дарование Торы на Синае, поэтому этот праздник здесь называется «Святая Седмица». Седмиц, то есть особое время, и у него был приготовлен хороший обед, и он возлег есть. Вот здесь немножко непонятно, что значит возлег есть. Давайте вспомним, что на Тайном вечере, конечно же, люди не сидели за столом на каких-то стульях, это итальянские живописцы так все это расписали. На самом деле, евреи, когда делали любые трапезы, и праздничные, и будничные, они возлегали на неких таких пуфиках, на которые они могли облокачиваться рукою, и вот в полулежачем состоянии они вкушали пищу. Я не думаю, что это очень полезно для организма так есть, но такая была реальность. А увидев много снедей, то есть много еды, я сказал сыну моему, пойди и приведи кого-нибудь бедного из братьев наших, который помнит Господа, а я подожду тебя. Надо сказать, что и в книге «Исход» в 12 главе говорится о праздновании Пасхи, что если у кого-то не хватает средств на покупку пасхального агнца, то такое должно объединяться с другим малоимущим. Или богатый еврей должен приглашать бедных евреев к своему столу, чтобы праздник все-таки был праздником. И он посылает сына, чтобы тот пригласил какого-то человека и говорит «А я подожду тебя». То есть он как бы говорит «Я не начну трапезу, пока ты не приведешь неимущего брата». Таким образом он научает нас страноприимству, а как мы знаем, великим страноприимцем был патриарх Авраам. «И пришел он, то есть сын Тавита, Товий, и пришел он и сказал, «Отец мой, один из племени нашего, удавленный, брошен на площади». То есть отец посылает его найти живого человека, который нуждается в пище, а сын увидел удавленного человека, брошенного на площади. Почему здесь подчеркивается, что человек был повешен, что он был удавленный? Дело в том, что в законе Божьем сказано проклят, висящий на древе. И в понимании иудеев любой мертвый, он уже нечист сам по себе, а удавленный, мертвый, тем более нечист. Но когда Тавит слышит об этом, мы читаем 4 стих, «Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно выйдя, убрал его в одно жилище до захождения солнца». То есть он не позволил, чтобы его соплеменник, единоверный ему человек, мертвый лежал на улице. Возвратившийся, совершил омовение, скорее всего, речь идет о полном омовении, которое совершалось в таком бассейне, осенне, миква, и ел хлеб мой в скорби. То есть праздник был омрачен. «И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал, праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач». Мы видим, что Тавид знал книгу пророка Амоса, и даже запомнил ее хорошо, и спокойно цитирует. «И я плакал». Кстати, считается, в Библии очень важные места, где один текст ссылается на другой текст. Это подчеркивает как бы внутреннее единство всего библейского откровения. «Когда же зашло солнце, я пошел и, выкопав могилу, похоронил его. Соседи насмехались надо мною и говорили, еще не боится он быть убитым за это дело. Бегал уже, и вот опять погребает мертвых». То есть соседи отлично знали его историю, почему он вынужден был удалиться в изгнание, потому что его хотели убить за то, что он погребал единоплеменников. Далее говорится о том, что Тавид заболевает болезнью глаз. «В ту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, я лег спать за стеною двора, и лицо мое не было покрыто». То есть он нарушил некое такое предписание, что лег с непокрытым лицом, скажем так, во дворе, может быть, в хлеву. «И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, то есть имеется в виду во сне или когда он еще пытался уснуть, воробьи испустили теплое на глаза мои, то есть кал, помет воробьиной, и сделались на глазах моих бельма, и ходил я к врачам, но они не помогли мне. Ахиахар доставлял мне пропитание, это его племянник, доколе не отправился в Элимаиду». Что происходит далее? Жена упрекает Тавита. Вот здесь, конечно, для Тавита это было некое искушение. Он оставляет праздничную трапезу ради единокровного брата, я имею в виду соплемянника, убирает его тело с улицы, чтобы он не валялся, как какой-то помет. А потом он хоронит этого человека, неизвестного ему, но он знает, что это еврей. Как они знали, что это еврей? Имеется в виду, что этот человек был обрезан. И, казалось бы, после этого он должен получить Божье благословение, а Господь попускает ему вот эти бельма на глазах. Это, конечно же, тяжелое испытание для него. А потом жена моя, Анна, в женских отделениях пряла шерсть, то есть женские отделения, то есть женщины, они имели свои части такого личного пространства, и посылала богатым людям, которые давали ей плату, то есть за ту шерсть, которую она пряла. И однажды в придачу дали козленка, то есть к этой платье. Когда принесли его ко мне, когда принесли его ко мне, он начал блеять. Я спросил жену, откуда этот козленок, не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит, ибо непозволительно есть краденое. Почему он так вот подозревает жену? Потому что он знал, что денег-то у них мало. И купить козленка они не могли, а их племянник, Хяхар, который о них заботился, он отправился в Эли-Маиду и уже не мог им помогать. И он думал, что может быть, это краденое. Ибо непозволительно есть краденое. То есть это общий принцип. Краденое мы не едим. Она отвечала, это подарили мне сверхплаты, за то, что она хорошо выполняла свою работу. «Но я», продолжает Тавид, «не верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому он принадлежит, и разгневался на нее. А она в ответ сказала мне, где же милостыни твои, праведные дела? Вот как все они обнаружились в тебе». Жена упрекает Тавид, она как бы говорит, ты заботишься о людях, которых ты не знаешь, хоронишь этих мертвецов, подвергаешь опасности нашу семью, покидаешь праздничную трапезу. Как бы твоя милость, она что, только по отношению к мертвым, а вот я живу рядом с тобою, а где же твоя милость по отношению ко мне, почему ты меня подозреваешь в чем-то дурном? Действительно, в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. То есть нельзя заниматься благотворительностью за счет членов своей семьи. И человек должен выстраивать правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем. И здесь очень важное значение для человека, имеет его семья, его дом, его жена, его дети. Он должен прежде всего на них обращать свое внимание, потому что именно Бог предлагает такую иерархию ценностей нам через Священное Писание. Сначала мы заботимся о домашних, потом сказано, делайте добро всем, наипаче своим поверье. Потом об единоверцах наша забота, а потом уже во всех остальных людях. Поэтому можно сказать, что в некотором смысле претензии его жены, они справедливы. Где же милостыни твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе, то есть в этом подозрение и в этом раздражение. Раздражение.